Дмитрий Ливанов 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 Думаю, с такими студентами, как мы, БФУ имени Канта справится с любыми поставленными задачами от Министерства образования Российской Федерации. Полностью с тобой согласен. Ну а сейчас о других заметных событиях последних дней. Дмитрий Ливанов Дмитрий Ливанов Дмитрий Ливанов Каждый из них может использовать свое преимущество для одной специальности в одном вузе. БФУ имени Канта осенью войдет в единую информационную сеть вузов Европы. Он будет подключен к польской магистральной оптической сети Пионер наравне с университетами наших соседей. Это даст возможность для дальнейшего транзита мультигигабитную интернет-сеть, которая включает более 3,5 тысяч образовательных учреждений в более чем 30 различных странах Европы. Студенты БФУ имени Канта смогут в режиме реального времени, в высоком качестве смотреть и слушать лекции лучших преподавателей вузов Европы. Получат уникальный доступ к библиотечным ресурсам, также откроются новые возможности для телемедицины. И в продолжение темы новых технологий. Ведущие французские ученые продемонстрировали калининградским студентам возможности новой программы для обработки данных. Она сегодня широко используется европейцами для исследований в самых разных областях, от психологии до медицины. Калининград – первый регион в России, который взял на вооружение этот метод обработки данных. Теперь разработки французских ученых – собственность Балтийского федерального университета. Как только ее эксперты освоят программу, возьмутся за ее доработку. По идее, ее можно использовать в любой сфере. Например, в коммерческой, чтобы узнать о потребностях покупателя. Например, по тому, какой цвет нравится человеку, каким шампунем он пользуется, можно, скорее всего, узнать, какую колбасу он купит. Посмотрела первую новость и сразу же с улыбкой вспомнила, как я когда-то стояла в очереди в приемную комиссию. А какой у тебя факультет? 3 июля я получаю диплом по специальности «Специалист по социальной работе». Поздравляю. Скажи, пожалуйста, почему ты выбрала именно этот факультет? Мне очень нравится общаться с людьми, мне нравится выслушивать, помогать людям. Поэтому я подумала, что моя специальность – это работать именно с людьми. Я думаю, ты будешь хорошим психологом. А на кого учишься ты? Я учусь на экономиста. Специальность у меня менеджмент организации. Я выбрал именно эту специальность, потому что меня интересует экономика и управление организацией. А сейчас мы перенесемся в стены моего родного факультета. Слово предоставляется Марине Востриковой. Здравствуйте. Меня зовут Марина Вострикова. Я выпускница экономического факультета БФУ имени Канта. Наш факультет расположен в здании, которое находится на улице Чернышевского, 56А, в историческом центре города. К сожалению, в настоящее время у нас в университете проходит ремонт, но мы надеемся, что в будущем учебном году мы примем наших студентов в обновленном виде. Давайте посмотрим, как у нас здесь устроено. Экономический факультет – один из самых крупных в университете. Здесь обучается более 1200 студентов. Подготовка бакалавров и магистров идет по двум основным направлениям – экономика и менеджмент, которые, в свою очередь, имеют различные программы и профили. Здесь работают более 100 преподавателей. Практически все – кандидаты и доктора наук. Они прошли многочисленные стажировки в ведущих российских и зарубежных образовательных центрах. У нас работают зарубежные ученые, в частности, в таких перспективных направлениях, как имитационное моделирование. Есть самая большая в регионе по экономике – аспирантура, и единственная в регионе – докторантура, и диссертационный совет по экономическим наукам. Я нахожусь в читальном зале номер 5, который также можно назвать ресурсным центром нашего факультета. Здесь не только находится научная литература на русском и английском языках, но также студенты имеют доступ к электронным базам данных и полнотекстовым ресурсам, таким как Эбская Science Direct, что позволяет нашим студентам полноценно готовиться к семинарам и научным конференциям на должном уровне. Наша студенческая жизнь – это не только лекции и семинары. На факультете частенько проводятся бизнес-игры и бизнес-симуляции. В частности, недавно у нас на факультете была проведена бизнес-игра на английском языке под руководством профессора Гюттингенского университета Юргена Блёха. Также наши студенты участвуют в научных и научно-практических конференциях, на которых приглашаются специалисты практики. Это и друзья, которые остались теперь со мной на протяжении уже нескольких многих лет. Высокий уровень преподавания. Я хотела бы отметить, что на наших парах всегда было интересно. На нашем факультете кипит не только учебная жизнь. Наши студенты играют в студенческом театре «Третий этаж», принимают участие в различных творческих соревнованиях. А наша команда КВН экономического факультета по праву считается одной из лучших в регионе. Наши ребята даже недавно ездили в Сочи. А что, вы ждали здесь хорошие шутки? Если ваши ожидания не оправдались, то это ваши проблемы. Наша команда может постоянно смотреть только на две вещи. Как течет вода из летнего кубка и как горит огонь в глазах его обладателя. Спасибо. С вами была сборная экономического факультета. Считается, что экономический факультет — это сплошь хрупкие барышни. Но мы не так простые, как кажемся. Наши девчонки уже пять лет занимают призовые места на турнирах по баскетболу, а наши мальчики недавно взяли первое место на чемпионате по гиревому спорту. Наша с вами экскурсия по экономическому факультету подходит к концу. Конечно же, я рассказала вам не все, чем богата наша с вами студенческая жизнь. Приходите, и вы увидите все сами. До встречи на факультете. Буфу и Минниканта на целую неделю стал переговорной площадкой для 500 мировых светил науки. Известные ученые из 30 стран мира собрались в Калининграде для того, чтобы обсудить вопросы когнитивистики. Популярного современного течения, которое объединяет в себе нейрофизиологию, лингвистику, психологию. Теории познания и искусственного интеллекта. Подробнее в следующем материале нашего выпуска. У нас руки по локоть в крови. Честно признали организаторы во время торжественной церемонии открытия международной конференции. Составляя программу, пришлось резать по-живому. Заявленные изначально доклады были такого высокого уровня, что выбрать из 1500 самых-самых оказалось делом крайне непростым. У нас есть программный комитет, который насчитывает несколько десятков ученых по всем областям наук. Были отобраны те доклады, которые наибольшей степени понравились лицензентам. Это уже пятая подобная конференция. Ранее они проходили в Казани, Санкт-Петербурге, Москве и Томске. Наше гостеприимство настолько понравилось организаторам, что, возможно, международная конференция обретет постоянную прописку в Вентарном крае. К тому же ученые БФУ принимали в ней активное участие. В сфере когнитивных исследований, прежде всего, в сфере когнитивной неологии, защищены уже десятки диссертаций, посвященные проблемам, различным аспектам когнитивного модерирования и лексики, и патриологии современного английского языка. Много лет этой работой руководила профессор Заботкина Вера Ивановна, и эта работа у нас в университете продолжается. На память все участники выложили из юнотаря спираль, символ конференции по когнитивной науке, и взяли на заметку предложение одного из журналистов, которое прозвучало на пресс-конференции после открытия. Устроить ряд открытых лекций по когнитивистике для всех желающих. Наталья Кондраченко, Максим Бернер, Александр Василевич, Вести ВУЗ. На носу день города. И радует то, что студенты БФМ Никанта активно принимают участие в подготовке к нему. На одной из снических площадок выступит наша группа Hello Day. На фестивале БФМ Никанта «Звезды весна-2012» ребята были удостоены премии «Лучшая рок-группа университета». И сейчас начинающие рок-звезды у нас в гостях. Привет, ребята. Привет. Алекс. Гарь. Мишко. Отлично. Ребят, ну мы вроде как уже с вами познакомились. Мне интересно, когда была создана ваша группа? Наша группа была создана не так давно, около года назад. Ну да, может быть, чуть больше года уже прошло где-то. Голи-2011. При каких обстоятельствах? Собрались трое друзей старых и давних, и решили, объединенных общей идеей, и решили сколотить банду музыкальную. Самое, что интересно, очень долго было найти именно ударника, то есть того, кто сидит за ударной установкой, именно хорошего человека, который мечтает о том, чтобы стать рок-звездой. Ну вы такие нашли его. Мы такие нашли. Был кастинг, так получилось, пришлось сделать кастинг. И спустя 10 тысяч человек. На третьем мы решили твердо, что им будет точно он. Отлично, здорово. Хорошо, ребят. А кто является автором ваших песен? Ну, в общем-то, все трое пишем. Ну и ударник помогает. То есть вы спокойно садитесь? Все в другу помогают? Да, вся группа. То есть мы работаем либо дома, по одному кто-то написал текст, кто-то музыку, пытаемся совместить это все вместе. Там окно, облака, деревья. Хорошо. Что у вас за стиль? Панк-рок. Кривордийский панк-рок, да. Это типа блинка, либо... Это как Simple Plan, блин 182. А, все, понятно. Тогда последний вопрос. Какая у вас мечта? Ну, для начала, конечно, выздороветь, чтобы горло перестало болеть. Ну и выступить где покрупнее. Ворб-тур, рок-ом-ринг. Здорово. В музыкальном плане, да. Это рок-ом-ринг, ворб-тур, хард-рок. И чтобы у всех все было хорошо. Отлично, супер. Ну что, давайте тогда послушаем, как вы играете. Давайте. Продолжение следует... Продолжение следует... Спасибо большое, ребята. Но мы хотели бы напомнить, что все выпуски Вести ВУЗ вы можете посмотреть на нашем YouTube-канале БФУ имени Кантык, ссылка на который есть на нашем сайте. И наш выпуск подходит к концу. Поздравляем всех с окончанием учебного года и счастливых вам каникул. До скорой встречи в эфире. Пока-пока. Видим вас на наших концертах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова